МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Азиди Джейнганарас. Проект «Победитель Машука» собрал в Нальчике молодежь Юга России. Прощай, невроз больших городов. Супер! Источники и горные тропы Джил-Ису как способ обрести новую жизнь. В Баксане накануне вечером совершено двойное убийство. Полиция ведет поиск преступников. По оперативным данным, к автосервису по улице Катханова двое вооруженных мужчин подъехали на такси. Ворвавшись в помещение, злоумышленники открыли стрельбу по автомеханику и его знакомому. После нападавшие скрылись. Подробности вестям сообщили в Управлении Следственного комитета по республике. От полученных ранений оба гражданина скончались на месте происшествия. По данному факту, Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по КБ Розбужное уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, незаконному обороту оружия и угону транспортного средства. К другим темам. Создание условий для диалога власти и бизнеса сегодня обсуждают в Пятигорске. Сюда съехались представители крупнейших компаний Северного Кавказа, в том числе и из Кабардино-Балкарии. На месте события работает наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. Он сейчас на прямой телефонной связи со студией Вестей. Сафар, добрый день. Вы в эфире. Вести минуты в конгресс-холле Пятигорского и туриста продолжаются форум промышленника Северного Кавказа. На обсуждение предложена очень интересная глобальная тема индустриализации Северного Кавказа. Как это сделать? Действительно, название нынешнего форума масштабное. Месяц многообещающее. Основных целей этого мероприятия несколько. Это и обмен прогрессивным опытом, и презентация приоритетных для инвесторов проектов. А самое главное, как считают участники форума, это создание условий для диалога власти и крупного бизнеса. Нашу республику представляют руководители нескольких промышленных строительных компаний и предприятий, в том числе Кавказкарин, Троймаш, Этама, Айдиси. Генеральный директор Этамы Сергей Лочинов презентовал проект агроиндустриального парка «Плана». Кстати, Станислав, вопрос развития агроиндустриальной отрасли на Северном Кавказе на форуме рассматриваются отдельным пунктом, отдельным вопросом. Ему придает очень важное значение. Сейчас участники форума перешли на помидные дискуссии. Здесь же сейчас будет проходить награждение лучших промышленных предприятий Северного Кавказа по итогам 2012 года. Мы надеемся, что среди награжденных будут представители и Кабардино-Балкарской промышленной отрасли. Сейчас форум продолжает свою работу. Станислав. Спасибо. Это был наш спецкорс Афар Гиреев из Пятигорска с третьего межрегионального форума крупнейших компаний СКФО. Продолжаем выпуск. В 2014 году финансирование лесного хозяйства Кабардино-Балкарии увеличат на 20%. Как сегодня сообщили в пресс-службе главы и правительства, таковы итоги рассмотрения региональных проектов в профильном федеральном агентстве. В процессе защиты Госком лесу республики удалось значительно поднять планку ранее, предполагался рост объемов финансирования всего на 6%. В основу легли расчеты платежей за использование лесов, целевые показатели по отдельным федеральным полномочиям, индикаторы госпрограммы по развитию отрасли до 2020 года. В качестве субвенций Кабардино-Балкария получит из федерального бюджета более 63 миллионов рублей. Сегодня шесть многодетных семей Психурея получили сертификаты на земельные участки. Каждая республика бесплатно выделила по 10 соток. Селяне уже определяются с проектами будущих домов. На месте события побывал наш корреспондент Осман Казаков. Анюар поунежив один из получателей земельного участка. Сам прийти не смог, потому сертификат передали его отцу Нургали. У сына трое детей, и сейчас молодая семья живет вместе с нами, говорит он. 10 соток, причем бесплатно, под строительство собственной крыши над головой как нельзя кстати. Правда, каким будет новый дом, пока не решили. Двух- или трехэтажный вряд ли построим. Посмотрим, как получится. Главное, у них будет свой дом. Из-за холода наступает скоро зима. Будем здоровы уже весной, приступим к возведению дома. В Сахурее сегодня земельное дело получили шесть семей, в каждой трех и более детей. Это одно из главных условий для претендентов на участок. Кроме того, они должны быть признаны нуждающимся в жилье и не иметь собственной земли. Саму церемонию вручения сертификатов затягивать не стали. Представители власти поздравили новоявленных землевладельцев. Кстати, участки для них выбирали как можно ближе к селу. Эти земельные участки уже переведены в земли населенных пунктов, и здесь только для жилищного строительства. Здесь мы произвели отвод земельного участка, как вы видите, рядом с селом. Здесь все коммуникации почти подведены, все рядом и дорога. Когда семьи отметят новоселье, вопрос времени. Сейчас на очереди проектирование будущих домов. Для Баксанского района это первый опыт в даче бесплатных земельных участков. И работа будет продолжена. На очереди Баксаненок и Кишпек. До конца года в этих селах свои 10 соток подстроительства жилья получат более 40 семей. Осман Казаков, Алим Нартоков, Вести, Кабардино-Балкария. Обоснованно подойти к выбору учебного заведения абитуриентам и их родителям теперь будет проще. В России стартовал второй этап мониторинга вузов. Определять их эффективность станут специально созданные рабочие группы. В их состав вошли представители Рособорнадзора, ассоциации ведущих университетов России и негосударственных вузов, а также сотрудники региональных министерств и ведомств. Рабочие группы не просто проверят высшие учебные заведения. По результатам мониторинга они должны будут сформировать предложение к декабрьскому заседанию межведомственной комиссии, где и будет определена дальнейшая судьба вузов. Компенсации по советским вкладам в будущем году выплатят по прежней схеме. На это в бюджете запланировано 50 миллиардов рублей. Проект постановления правительства России подготовил Минфин. Об этом сообщает российская газета. Речь идет о вкладах в Сбербанке по состоянию на 20 июня 1991 года. Размер компенсации по-прежнему будет зависеть от возраста вкладчиков. Граждане, родившиеся до 45 года включительно, и их наследники получат компенсацию по 3 российских рубля за один советский. Люди 46-91 годов рождения имеют право на двукратное увеличение суммы. Размер выплат также зависит от срока хранения вкладов. В случае смерти владельцев наследники получат 6 тысяч рублей на оплату ритуальных услуг. По уже компенсированным вложениям повторная выплата не предусмотрена. Ранее Минфин предлагал с будущего года поменять схему выдачи компенсации. Суммы планировалось увеличить в пропорции 1 к 4, а компенсационную кампанию завершить до 2020 года. Этот вариант сейчас находится в ведомстве на доработке. Основные навыки диджея приобрели десятки молодых людей из Кабардино-Балкарии, Краснодарского края и Северной Осетии. В Нальчике завершилась первая молодежно-студенческая школа диджеинга. Этот проект – один из победителей форума «Машук-2013». В тонкости современной электронной музыки вникал Тахир Дадуев. Хаос электро минимал прогрессив. Эти слова знакомы лишь истинным любителям клубной музыки. Для создания полноценного сета требуется немало усилий и знаний. Осваивать азы диджейнга молодежь из разных регионов Юга России собралась в Нальчике. Для большинства прибывших это первый опыт создания электронной музыки. Где надо покрутить, как надо, как надо свести правильно музыку, как качественно подобрать правильные звуки. Сложно, наверное, одновременно вдумываться в то, как звучит музыка, потому что есть две вертушки. Одна вертушка уже выдает музыку, а на второй нужно ее правильно свести. Стать диджеем можно, говорит организатор школы Мурат Пшихачев. Идею провести такой форум подкинули друзья. Проект он успешно защитил на «Машуке-2013», получив из 70 возможных баллов 67. Итог – 300 тысяч рублей на реализацию. Грантовые деньги ушли на аренду аппаратуры, проживание участников и различные расходные материалы. Первый этап – это освоение вообще, что такое диджей. Сначала такой практический курс. Вот у нас вертушки стоят, как они работают, как они состоят, как они вообще, структура этого всего. А на второй этап это уже будет уже даже практически создание каких-нибудь мероприятий. Три дня слушателей школы обучали основным навыкам работы с аппаратурой. Ребята уже горят желанием применить их на развлекательных площадках в своих регионах. Тахир Дадуев, Осман Казаков, Алим Нартоков, Вестик, Бардино-Балкария. Геотермальные источники Джилы-Су станут ближе. Строительство автодороги Кисловодск-Эльбрус, ведущей к этому уникальному природному объекту, близится к завершению. В Верховье Малки едут не только полюбоваться редкой красотой горного пейзажа, но и поправить свое здоровье. Слово Натальи Булат. В переводе с балкарского Джилы-Су – теплая вода. В разгар лета и студеной зимой температура в источниках постоянная – плюс 22,4 градуса. Об их целебных свойствах горцы знали с незапамятных времен. Постепенно слава о народном бальнеологическом курорте распространилась далеко за пределы Кабардино-Балкарии. В наше время в сезон здесь одновременно бывает до 300 туристов и больше. Сейчас углекислые минеральные источники представлены двумя мощными выходами на месте самодельных бассейнов для купания. Расположены они на северном склоне горы Эльбрус в верховьях реки Малки на высоте 2380 метров. В 1997 году их свойства исследовал Пятигорский институт НИИ курортологии. В воде найдены микроэлементы, которые способствуют очищению печени, почек, желудка, кишечника, снижению веса у людей, страдающих ожирением. Да и в целом состав H2O в GLSU укрепляет иммунную систему. Термальная вода издавна считается более чистой. Во-первых, подвергается действию давления высоких температур. Во-вторых, залегает глубже, исключается попадание химических отходов. В-третьих, она содержит больше минеральных солей и микроэлементов. Бром, йод, медь, железо, фтор, хлор, магний, натрий и так далее. В сочетании с небольшим дефицитом кислорода, наличием большого количества отрицательных ионов в воздушной среде и стерильностью воздуха, все эти факторы оказывают на организм человека ничем незаменимый профилактический эффект. Ощущения незабываемые. Отдыхаем в Кисловодске, да, приехали и не жалеем. Прекрасно здесь. Это радует, что увидели такие красоты, чудеса на нашем Кавказе. По сравнению с уже известными курортами, которые развиваются на восточном склоне Эльбруса, Чигет и Азаул, это место смело можно назвать диким. Заезды в Джилысу организуются всего три месяца в году – в июле, августе и сентябре. Развитие туркластера на этой территории Кабардино-Балкарии предполагает круглогодичный прием туристов. Тем более, здесь есть возможность прогуляться пешком и осмотреть окрестности. Побывавшие здесь говорят, что в Верховьях привычный мегаполисный невроз выветривается горным ветром и выдыхается из легких, а его жалкие остатки растворяются в недрах мозга. На этом у меня все. Следующий выпуск «Вестей» в 17 часов 10 минут. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!